По сути мы хотим дать вам набор шпаргалок, которые пригодятся вам при подготовке проекта в рамках кактона и дальнейшего развития. Мы будем часто оперировать скорее термином маркетингом, потому что даже если вы напрямую ничего не продаете, без знания своей целевой аудитории, целеполагания и стратегии, невозможно изменить мир, невозможно поменять какую-то идею и отношения людей. Во-первых, наша презентация будет разделена на три части. Это подготовка, разработка, информационная и главное, что дальше. С самого начала я хочу сказать, почему одного продукта мало. На самом деле недостаточно просто взять и запустить сайт и потом в течение месяца кидать куда-нибудь на него ссылки. Недостаточно просто взять и сделать один буклет и раздать его в больницах. Нужно подходить к этому вопросу комплексно. Поэтому в данной презентации мы будем оперировать не к тому, что вы сможете сделать в рамках сегодняшних двух дней, а то, до чего ваш проект может развиться в дальнейшем. И можно, конечно, построить дом с помощью одного гвоздя, но лучше использовать все инструменты. Во время подготовки основные вопросы, на которые нужно ответить, это что, кому и как вы хотите рассказать. А описание проблемы с вашей стороны может быть не совсем корректно для обычной публики. То есть с точки зрения, кому рассказать, здесь есть целых четыре направления. Это общее общественное мнение, чтобы изменить в целом и сделать популяризацию, как в случае расплатации яза. Это пациенты, которым нужна какая-то дополнительная информация, где искать лекарства, где искать дополнительную информацию и так далее. Это могут быть родственники больных, которым тоже нужна поддержка, им тоже нужно понимать, куда бежать, куда писать. И это будут доктора. Материалов для последних, на самом деле, это мало. И для нас самих это было достаточно удивительно, что, оказывается, это целевая аудитория. На самом деле, для информационных ресурсов это основная целевая аудитория. И вопрос, как рассказать. Потому что здесь есть несколько... После того, как вы понимаете, кому рассказать, нужно понимать, как рассказать с точки зрения эмоций. Вы можете... Скажи, пожалуйста, проект. Например, трансплантация яза. К трансплантации идет... На самом деле он зелененький. Ярко зелененький. А трансплантация яза борется с тем, что люди боятся... Люди этого сильно боятся. Они не понимают, насколько это может спасти жизни. Родственники умерших подают на врачей в суд, потому что это, с их точки зрения, некорректно. Трансплантация яза был сделан в образе именно... Основная идея это то, что лучший подарок это жизнь. И мы сделали позитивный посыл, что вы можете изменить этот мир. Скажем, адрес, кстати, говорят. У нас Wi-Fi есть. Да. Донор 4. А у нас live.ru. А вот здесь нормальный желтенький. Агенты здоровья против... Да, агенты здоровья против инсульта был сделан более агрессивно. То есть по самого первого слайда тебе показывают, что посмотри, вот прямо сейчас, какое количество людей страдает инсультов. Сколько инсультов произойдет в мире, пока ты сидишь за этим сайтом, и сколько человек из них умрет впоследствии. То есть это была некая такая шоковая терапия, потому что очень многие говорят о инсульте, как о чем-то, что нужно находить профилактику. Но вот здесь вот было именно выбрана такая вот шоковая терапия. Эмоции. Перед вами целая палитра эмоций. Подумайте, а кому вы хотите об этом рассказать и как вы хотите рассказать. А главное, вот я бы не советовала давить на жалость, потому что здесь как бы у людей сразу возникает протест, и это не работает. Попробуйте рассказать реальную историю, которая вколыхнет какие-то еще чувства. А для этого проекта «Против Дефис Инсульта.ру», если хотите посмотреть, это интерактивная инфография. После того, когда вы понимаете, что кому и как вы хотите рассказать, нужно составить целых два сценария. Первый сценарий – это сценарий самого рассказа. Здесь должно быть все, как у взрослых. А завязка, развязка, конфликт, решение конфликта и в конце какое-то действие. В любой информационный ресурс сейчас – это не просто интересная информация, которую человек должен запомнить. Она должна вызывать чувство какого-то действия. И вам нужно понять, какое действие должен произвести ваш читатель. С сценарий взаимодействия, исходя из этого рассказа, вы можете представить, какие информационные ресурсы должны его поддержать. Например, человек сначала видит плакат в поликлинике, ему это интересно, и он хочет дополнительную информацию посмотреть на сайте. То есть это именно такой пошаговый путь. Или он сначала видит сайт, понимает, что это важная проблема, он тоже хочет об этом рассказать. Скачает с сайта макет плаката, распечатывает этот плакат у себя, например, в ВУЗе. Такая схема тоже возможная, она действует на агенты здоровья и работает именно так. Так, здесь все. Теперь у вас есть вот эта теоретическая база, и вам нужно сделать самое сложное. Еще нет? Еще у нас. Сбор информации. Отлично. Сбор информации – это тот момент, который вы будете делать на самом деле на протяжении всей работы над проектом. Потому что это все динамика, и появляются новые исследования, появляются новые факты, появляются новые кейсы тех, кто смог побороть болезнь. Главное поймите, что нельзя объять необъятное, и нельзя рассказать всем обо всем. Это просто невозможно. Человек может запутаться в большом количестве информации, поэтому выберите именно те факты, которые вы хотите рассказать своей целевой аудитории. Если человеку интересно, он дальше пойдет, и у него будет вики-трип на несколько часов. И это очень круто. Но нужно выбрать именно тот пласт информации, который вы хотите донести. И не забудьте ее проверить. Покопайтесь в источниках, покопайтесь в западных источниках, и обязательно указывайте эти источники на ваших ресурсах. Это не только хороший тон с точки зрения авторского права, но это еще показывает, что вы не берете факты из головы, не придумываете ничего, оперируете к истине. Теперь, наконец-то, мы собираем это все в техническое задание. Это достаточно большой документ, где вы описываете все эти пункты. То есть, что мы рассказываем, кому мы рассказываем, зачем мы рассказываем, какой у нас план действий, какой у нас план взаимодействия дальше по информационным ресурсам. И передаете разработчикам. Когда вы передаете техническое задание разработчикам, не бойтесь того, что вас не поймут. Потому что вас не поймут. Мы не понимаем, мы не внутри этой системы. Когда я получила первое техническое задание о трансплантации, все, что я знала о трансплантации, было из анатомии Грея и доктора Хауса. И для меня это был кошмар и ужас. То есть, я начала читать статистику, и первую ночь я ревела. Не буду задавать вам вопросы. Не бойтесь этих вопросов. Обсуждайте. Потому что именно в диалоге вы сможете составить именно ту стратегию, которая будет в дальнейшем работать. И теперь мы переходим к работе. Да, переходим к работе. Поскольку у нас все-таки здесь хакатон, и мы должны за два дня сделать, скажем так, дему, в общем-то, по большому счету, то вот сейчас нам нужно всем обратить внимание на процесс проектирования и макетирования. Почему? Потому что вот проект свой описать за два дня можно. Можно понять все его узловые точки, как мы это будем делать потом, какие нам для этого потребуются люди. Вот смотрите, есть достаточно удобная пятиуровневая модель проектирования. И эта модель действует, в общем-то, работает практически для всего. Как бы модель взята, ну, как бы не с головы, встречал я ее в ряде книг и диссертаций, касающихся мультимедийных продуктов, веб-сайтов, презентаций и прочее-прочее. Предлагаю ее использовать всем. Она простая, понятная. По сути, мы с вами спускаемся вглубь нашего проекта по шагам. Первый шаг проектирования, да, это уровень стратегии. Вот уровень стратегии, это то, о чем говорил до этого Мария. Когда мы собираем представление у нашей целевой аудитории, что мы хотим сказать, как, как бы составляем сценарий, все это описываем, 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 да. Это, скажем так, экспозиция. Вот мы посмотрели, что вокруг нас, поняли, какую задачу мы хотим решить. Окей, дальше мы выбрали инструмент. Как бы, что это будет? Игра, сайт, интерактивная инфографика или неинтерактивная инфографика. В общем-то, совершенно неважно, что. Но главное, мы поняли, что это будет. И уяснили себе, что это, ну, какая-то не единомоментная вспышка. Иначе это не будет работать. Нужно несколько продуктов, которые будут работать в паре. Хорошо. Спускаемся на уровень ниже, к следующему этапу. Да, этапу набора возможностей. Вот здесь мы находимся перед ворохом того знания, которое мы хотим дать нашей аудитории. И знаем, что это будет, каким будет конечный продукт. Значит, на этапе набора возможностей мы думаем, а что пользователь, читатель, ну, как бы, или пользователь нашего сайта, какие возможности он будет иметь во время общения с нашим продуктом. Ну, вот, как бы, пример. Это может быть совершенно статичная вещь, которую человек посмотрел, утолил свой голод до какой-то новой информации и забыл. А с другой стороны, в эту интерактивную инфографику можно встроить, скажем, возможность проверить себя, пройдя короткий тест, например. Это ведь гораздо глубже зацепит человека. Вот мы в 2015 год встретили большим количеством проектов об инсульте, потому что был год, посвященный сердечно-сосудистым заболеваниям. И многие из таких информирующих населения проектов об инсультах работали именно на том, что давали 4 или 5 признаков инсульта и давали их проверить. Как бы, вот, там, посмотрите, а нет ли у вас чего. Возможности могут быть самые разные. И здесь, кстати говоря, не стоит пренебрегать тем, что называется геймификация. Сколько бы нам не было лет, мы любим играть в той или иной форме. Если игровую составляющую аккуратно внедрить в проект, то хуже ему от этого, как бы, совершенно не станет. Обозначив возможности, спускаемся на следующий уровень. Вот теперь у нас есть контент, теперь у нас есть описанный функционал, и мы начинаем все это навешивать на некое дерево, формируя, собственно, структуру нашего проекта. Неважно, что это сайт, инфографика или издание. Вообще, это называется информационная архитектура. И надо понимать, что в электронном продукте это будет гипертекстовая информационная архитектура. Сейчас я сделаю такой небольшой забег вперед. К сожалению, не очень видно, но вот это... Нет, это в интернете нет, это секретная информация, наша с тобой. Это скриншот из моего рабочего процесса в программе Adobe Illustrator. Смотрите, сайт против инсульта – это одностраничник, по сути. Казалось бы, что это просто длинная такая простыня с кнопочками, буковками и картиночками. На самом деле нет. Это проект со своим сценарием взаимодействия и со своим набором возможностей и структурой. Вот смотрите, один одностраничный сайт на самом деле из себя представляет раз, два, три, четыре, пять, шесть, но по сути семь случаев, семь блоков, которые мы разрабатываем. Мы продумываем сайт в разном... Там как бы у сайта есть два состояния. До нажатия главной кнопки и после нажатия главной кнопки. До нажатия главной кнопки, после нажатия главной кнопки. И это то, как люди будут видеть данный одностраничник на компьютере. То же самое для людей с планшетами и этот же контент для людей с телефонами. То есть по сути, смотрите, это шесть макетов для одного одностраничного сайта. Плюс сюда же отдельный блок – это поведение меню, кнопок и прочего, прочего, прочего. Казалось бы, одностраничник, но сколько там заложено сценариев поведения отдельных объектов и всего сайта в целом. Создав структуру, мы переходим к навигации интерфейсу. Как раз таки уже продумываем, как наш пользователь будет ориентироваться в нашем продукте. Тут мы не забываем, опять же, для кого мы это делаем. Какие у нас есть специфические требования, например, есть ли у нас слабовидящие. Нужно ли, например, предусмотреть возможность легкого взаимодействия с программами, с программами, которые переводят весь ваш текст, начитывают для слабовидящих и, в принципе, какое-то голосовое управление можно подключить. Все это на этапе навигации и интерфейса мы продумываем. И потом, вот уже только потом, на пятом шаге, мы с вами доходим до дизайна, до макетирования. Начинаем проектировать страницу. Поэтому ваш продукт, он в последнюю очередь про красивости, вот ваш информационный продукт. И в первую очередь он про стратегию, продуманность, продуманность взаимодействия, удобство и прочее, прочее, прочее. Когда мы дошли на макетирование, мы еще раз вспомнили, для кого мы это делаем, каковы специфические требования и какие эмоции мы хотим вызвать. Как это работает? На несение хорошего, доброго, светлого, успокоения, ободрения или, наоборот, для более-менее безразличной, холодной аудитории, среднего пользователя интернета, которую мы должны остановить, шокировать, сказать, стой, а вдруг, а вот что если вдруг, а вот что если да, остановись на секунду. Вот это совершенно другой подход. Значит, все это мы здесь, собственно, смотрим. И когда у нас уже что-то готово, мы пробуем показать нашу бета-версию нашего продукта. И вот здесь важно понять, что вот кому вы хотите показать его, чье мнение вы хотите спросить. Вот все-таки кто целевая аудитория? Поэтому показывая коллегам, вы не факт, что показываете целевую аудиторию. И ваша бабушка может быть не целевая аудитория, и просто хороший классный парень, который тоже дизайнер или разработчик, тоже может не быть целевой аудиторией. Вот, поэтому не бойтесь показывать, но не очень сильно огорчайтесь, если кто-то сказал, ой, не, мне это не нравится, это все не так. И просто подумайте, а нужно ли вам вообще слушать его мнение. И вот потом мы уже выпускаем продукт в свет. Вот, а на самом деле это произойдет через долгое время. Это будет потом и кровью. И вот наконец-то он есть. Когда продукт запускается, в него вкладывается очень много энергии. А вы просите друзей сделать репосты, социальные сети в течение одной недели вокруг вас просто начинают такое вот огромное бурление, а потом это все через какое-то время переходит в спад. И тут возникает вопрос. А что делать дальше? Невозможно взять, запустить сайт, какой бы он ни был хороший, красивый, и о нем забыть. Они не могут работать самостоятельно. И тут вам нужен еще один план. Это медиаплан и дальнейшее развитие вашего проекта. Продумайте СМИ, с которыми вы можете общаться, которые могут публиковать о вас информацию. А подумайте, как вы будете распространять информацию в социальных сетях. Это нужно делать регулярно, потому что если страничка не обновляется в течение недели, Фейсбук ее просто может не показывать дальше. Это правда. Вам нужно понять, с кем вы хотите контактировать, кто ваша аудитория, вести с ней диалог. Если вам это некомфортно, вы можете не вести этот диалог и общаться через СМИ, публикацию, ученых и так далее. Но помните, это все развитие. Когда вы будете общаться, вы поймете, что вы сделали на первом этапе, этого недостаточно. И это нормально, это хорошо. И вам нужно будет допиливать этот ресурс, делать новые разъяснительные материалы и так далее. Не бойтесь продолжать этого диалога, потому что именно тогда вы сможете понять, как вы хотите, как вы именно можете изменить отношение к болезни той целевой аудитории, которую вы выбрали. А всегда во время вашего пути вы будете производить корректировку целей. Потому что, возможно, то, что вы в самом начале для себя сформулировали, это не совсем корректно. И может быть, ваша целевая аудитория это не пациенты, а, например, родственники пациентов, и им сейчас поддержка гораздо важнее. И оказывается, на вашем ресурсе в основном бывают именно они. И тут вам нужно будет чуть-чуть покорректировать, внести какие-то дополнительные корректировки. И это тоже нормально. Информационные материалы сейчас – это не статика. Это всегда динамическое развитие. И об этом нужно помнить. 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 И еще очень важно. Исходя из вашей целевой аудитории, выберите для себя KPI. KPI – это не соотношение пожертвований в месяц, который вы собрали. Это могут быть количество репостов в вашей социальной сети, количество публикаций о вашем проекте, количество пользователей, которые зашли на ваш сайт. Выберите этот KPI и смотрите, как он изменяется со временем. Понятно, что при запуске это будет вот так вот, а потом вот так вот. И надеемся, что дальше оно пойдет где-нибудь ровненько, а потом снова вот так выплеск новый информационный повод. Выбранный вами KPI – это будет для вас навигатором, будет для вас компасом к тому, что вы хотите идти. Нужно ли что-то менять в своих информационных ресурсах? Будет ли какой-то отрицательный, например, выплеск у вашей аудитории? И это на самом деле самое важное. И держите всегда руку на пульсе. Потому что мы работаем с тем, что изменяем отношения. Отношения невозможно изменить за одно мгновение. Спасибо за внимание.